Всем привет! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплев. И сегодня расскажу почти голливудскую историю. Жить как в кино решили бравые сотрудники автосервиса в Самаре. Причем они захотели не какой-нибудь там мелодрамы, приключений или комедии. Экшена и фантастики требовала душа автослесарей. Вооружившись болгаркой и сварочным аппаратом, брутальные мужчины заперлись в своем сервисе и сотворили нечто. Существо из голливудского блокбастера – мечта всех мальчишек в мире. Желтый, яркий, добрый и железный. Настоящий трансформер высотой в 7 метров теперь есть и в Самаре. Где можно посмотреть, потрогать Бамблби? И кому пожать руку за такой креатив? Сейчас расскажу подробнее. Покой улиц Карла Маркса и Советской армии теперь оберегает самый что ни на есть настоящий трансформер. Железный красавец высотой 7 метров и весом более двух тонн. Он почти такой же, что и в кино. Большой, добрый и блестящий. Разве что говорить не умеет, потому что прибыл не с другой планеты, а из автомобильного сервиса. Там же и поселился в качестве охраны и украшения. Идея создать железного гиганта пришла в голову хозяину сервиса. Он признался, что давно является поклонником трансформеров. Но Голливуд – это все сказки, а он парень реальный. Тем более, что под рукой детали от старых и побитых авто всегда в избытке. Для пользы дела и ради воплощения мечты Александр взялся за варочный аппарат. Для того, чтобы собрать вылитого героя фантастического боевика, его создателям даже не пришлось использовать фото в качестве образца. Два человека создавали экспозицию по памяти и своей фантазии. А вот то, что в результате робот получился желтый, оказалось простым течением обстоятельств. Если честно говоря, сейчас у нас новичный, только желтый, красный. И поэтому желтый цвет получался. На то, чтобы груда ненужных частей обрела новую жизнь, понадобилось всего 10 дней. Собирали железного героя свободно от клиентов время. Авторы признаются, что самым сложным для них было поставить трансформера на ноги. В помещение, где происходила сборка, он не вмещался по габаритам. Транспортный мы сделали здесь, потом мы его поднимали кронбалкой, когда уже стал совсем высоким. Без головы выключили на улицу и голову приварили уже там на месте. Видя такой ажиотаж на железную скульптуру, ее создатели решили, что не будут останавливаться на достигнутом. Уже сейчас рядом с желтым гигантом расположился небольшой его соратник. А в скором времени появится еще один, гораздо выше и лучше того, что стоит сейчас. Но когда именно это произойдет, вопрос времени. Все ненужные автозапчасти уже ушли на эти две скульптуры, и мастера ждут, когда скопится нужное количество необходимых деталей. После этого они немедля приступят к делу и поселят в Самаре еще одного таинственного героя кино. Такое вот кино. А я на этом прощаюсь. Желаю и вам воплощения заветных мечт. Увидимся завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok